здравствуйте вам всем друзья товарищи сегодня пятница это значит что с вами дети понедельника которые позарились на пятницу в первый раз в этом сезоне в этой жизни в этой жизни даже в этой жизни этой программы вот такие дела и у нас пятница причем пятница действительно особенная по той простой причине что очень насыщенная можно сказать что даже в одно время сегодня после обеденное которое совсем уже скоро они сводятся три важнейших события это и стафетная мужская гонка на этапе кубка мира по биатлону в немецком рупольдинге и матч хоккейного динамо в куфе в рамках регулярного чемпионата кхл и через несколько гор долины рек и океанов в польском кантавице старт европейского чемпионата по год обо всем этом сейчас поподробнее да мой прадед говорит имею желание купить дом но не имею возможности имею возможность купить козу но не имею желания так выпьем за то чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями ну что вот совпадут ли желания с возможностями мы узнаем совсем скоро что касается нашей гонбольной сборной а ты вот как считаешь каковы у нас сейчас желания и каковы наши возможности давай прежде всего мы поговорим вот сколько мы понаписывали про гонбола о том что это топ тема у тебя здесь здесь значит давай прежде всего с того начнем что год назад когда наша сборная под руководством юрия шевцова выступала на чемпионате мира в катаре мы пережили разочарование их более того практически то есть распрощались уже тогда по горячим следам с надеждами что наша команда имеет шансы выступить на олимпиаде потом посчитали посмотрели и вдруг поняли что еще эти возможности и шансы есть слушай ну я лишь тогда понял одну простую вещь что эту команду нужно реорганизовывать там нужна смена поколений что на старом багаже никуда не уедешь как говорил стаббендер на этой периоде прошлого далеко не уедешь да понимаешь какая система у нас получилась 7 новых игроков ввел состав а чем это говорит о том что ведь те гонболисты которые составляли можно сказать и гостяк сборной ранее да они по большому ну по большому счету они признаны не особенно перспективными а это в свою очередь есть глобальное поражение той той доброй и правильной политики которую вела наша федерация во главе с Владимиром Николаевичем Коноплевым но он слишком понадеялся на человеческие качества этих ребят все дело в том что он создал им такие условия и для роста и для прогресса и для нормального быта то есть это все делалось и в клубах и федерации он думал они будут рваться вперед к звездам они достигли какого-то уровня благосостояния и сказали Владимир Николаевич нам и так спасибо до свидания и вот это понимаешь конечно это большой огромный я так думаю разочарование для этого мудрого руководителя потому как ну здесь произошел прокол и пришлось действительно ротацию состава и знаешь как благо молодежка сейчас подрастает неплохая и оттуда можно надергать в принципе перспективных ребят но вопрос в том чтобы они не остановились в своем развитии точно так же и насколько мера таланта знаешь есть знаменитый музыкальный анекдот ну просто знаменитый классический в Нью-Йорке есть одна из самых престижных площадок для академической классической музыки это Карнеги Холл ну не только академическая и классическая да ну и вот представь себе что идет по Нью-Йорку ну пусть будет даже русскоязычный там скрипач с футлярами инструменты спрашивает дорогу в Карнеги Холл и как пройти в Карнеги Холл ну мало кто знает американцы одним словом там в Нью-Йорке если ты не знаешь в основном живут американцы сейчас уже нет ну да ну и вот наконец-то он встречает нашего такого пожилого старого дедушку и вот уже как пройти в Карнеги Холл не подсказывать как пройти в Карнеги Холл как пройти в Карнеги Холл заниматься больше надо вот именно это заниматься больше надо и тогда ты будешь на вершине и в Карнеги Холл и на других площадках вот это основное что должно быть у наших гонбалистов анекдот мудрый да безусловно а какие шансы ну будем честны перед собой допустим если тот же ну Коноплева нужно говорить о том что у нас наиболее сильный состав потому что ему надо мотивировать ему надо придать уверенности у него свои задачи у нас как у журналистов которым обязан быть присущ именно скептический взгляд мы должны говорить и о проблемах о том что у нас может быть такая важнейшая вратарская позиция ну вызывает вопросы мы пока не знаем как если смотреть с позиции скептика то у нас вообще все плохо правого полусреднего на месте правого полусреднего у нас только есть один человек левша Шилович да Шилович да и то который Сергей у которого если пойдет то его не остановишь но если не пойдет то просто нет позиции то он навсегда не пойдет да конечно самое главное что в команде Сергей Рутенко но все-таки годы берут свое он без игровой практики годы травмы да а почему без игровой практики потому что ушел из Барселоны потому что потому что уже ну как уже годы сказываются и уровень игры понижается и все такое прочее это если говорить скептически позиция линейного у нас тоже выпало там Артем Королек молодой 19 лет ну вроде бы он поехал но с такой травмой как он поехал я думаю что говорят что ну ко второму третьему матчу он вполне может уже играть но это не спаситель понимаешь это не фигура масштаба Сергея Рутенко хотя бы трехлетней давности конечно а группа у нас сложнейшая мы начинаем с Хорватии потом кто у нас Исландия и потом Норвегия то есть сильнейшая балканская страна да Жилька Бабич к тому же тренер который знает их всех как облубленных опять-таки и две скандинавские сборные чей авторитет огромен а надо выходить обязательно в три лучших потому как ну я имею в виду это если рассчитывать на путевку в квалификационный олимпийский турнир у нас же нужно уже занять место первое или то есть два места есть в розыгрыше при том что Польша Испания Дания Хорватия Германия путевки уже либо на олимпиаду либо в квалификации уже имеют то есть это нужно быть так скажем восьмерки как минимум играть за пятое восьмое место как минимум и быть седьмым результат за свою историю наша сборная достигла лишь однажды вот в девяносто четвертом году когда чемпионат Европы состоял в первый раз наши туда попали вот они заняли восьмое место ну тогда якимович Барбашинский Меневский Паращенко и Тучкина здесь еще нету Халепа Геннадий был Юрий Карпук это все игроки сборной Советского Союза и главное тогда им может быть не хватило шароваров для того чтобы вообще прогреметь чуть-чуть организации сыгранности тогда мы поехали тогда когда персонажи были легендарные а теперь картина обратная и молодой состав действительно кстати ну надо отметить что если бы не вот эта политика которую вел тот же Коноплев поддерживая Минский СКА и Минский СКА с Мирановичем и Галкиным да то кто бы у нас сейчас бы поехал бы на чемпионат а вот если бы вдруг бы под когда было уже два таких центра и которые ну замыкали вроде бы на себя все Динамо Минская и БГК да Мешкова и ИСКА бы рухнул бы только что бы мы имели бы сейчас это тоже ситуация это ситуация которая нуждается в анализе очень большой но хорошо что мы сохранили это федерации нужно сказать спасибо и армейскому клубу армии спортивному безусловно вот ну будем оптимистами хотя бы до первого матча ну то есть желание у нас чтобы наши попали в восьмерку и все таки попали в квалификационный турнир олимпийских игр желание все таки мы исходим из оптимальных да таких максималистских желаний ну а возможности собственно говоря сейчас думаете что они поменьше но дай бог чтобы да если они совпадут то мы произнесем другой тост да но это уже будет в следующий раз вы из какого общества ребята трудовые резервы а что Динамо бежит все бегут ну что вот Динамо не бежит да все бегут а Динамо не бежит есть такое ощущение у тебя в хоккее понимаешь ведь проиграли магнитогорскому металлургу так как ты и говорил кстати в понедельник что они получат по полной программе они и получили они получили да но все таки немного и матч склад складывался немного не так как я предполагал я признаюсь честно ну третий период только провалили да потому что допустим во втором периоде мы переигрывали магнитку которая явно вышла с шапкозакидательским настроением расконцентрирован а вот не обидно не обидно Минскому Динамо должно быть что на матч с ними выходят люди с шапкозакидательским настроением ну ты же видишь у нас чувствовалось то есть тебя не уважают да то что особого уважения Минска Динамо у той же магнитки не вызвало это факт но вроде бы как хоккеисты зубры вышли с настроением они играли они пытались что-то делать но обрати внимание на один на один момент вот Динамо не бежит что можно сказать о команде в чьем составе в своем первом матче после многомесячного перерыва лучшим был Шар Ленгле лучшим человек который не играл уже несколько месяцев первый матч и он лучший вот как то вот что можно сказать вот именно Динамо не бежит отдохнул хорошо вот именно Динамо не бежит и в этом вся закавыка а Ленгле вышел вот действительно вот мы говорили с тобой что и фарчекинга нету Ленгле и а мне знаешь что больше всего нравится вот в игре этого Динамо и в последних матчах что забрасывают белорусы пускай не играет очень много да пускай и совет забросил Костя Кольцов смотри в бомбардирский талант себе открыл заново да это конечно классно а вот нет а Элисон Чичу все вот это вот куда то делось веские понимаешь нет он вот мы очень быстро слабались получили шайбу в раздевалку ты говорил не мы а они они да да нет на этот раз именно вы да так вот и смотри что и дисциплина весь сезон мы говорим об этом с августа месяца но мы с тобой потому что передача у нас там сентября после мы сентября говорили получили шайбу вбрасывание в меньшинстве дурацкое очередное удаление в чужой зоне вбрасывание и тут же нарушение правил в центральном круге при счете 1-3 и ну как так можно играть и вид матерухин которого уже сажали уже внутренние дисквалификации на матч им не именно за эти же грехи это говорит о том что тренерский штаб не справляется ну ну как можно там можно говорить что журналисты гиперболизирует тут конкретно журналист там журналист васильев то или что то еще но но не справляется тренерский штаб этого нету этого нет вроде бы все вполне прилично то есть у нас команда хорошая форма клюшки есть коньки наточены они катаются они стараются у них кое-что иногда и получается но в решающие моменты забить не можем в решающие моменты совершаем глупые ошибки и нарушаем дисциплину а ты вот скажи мне сегодня в 17.00 по-моему в Уфе играем с Талаватом Юлаевым твой прогноз ну понимаешь а какой тут прогноз там Салават опять-таки в тот же день когда мы проиграли Магнитогорскую он на своем льду слил Нижегородскому торпеду они уже в конце того матча с торпедой они были разозленные тигры плюс понимаешь мы попали да мы попадаем на крайне мотивированного соперника где работает еще и весьма незаурядный психолог наставник как Захаркин он действительно может способен мотивировать хоккеистов я думаю что просто нам сегодня не будет ну а если говорить конкретно то мой прогноз что мы проиграем за 60 минут то есть не наберем ни одного очка хотя хотя на самом деле ничего выдающегося в Салавате Юлаеве нету там спрошу я тебя есть ли у них там лидецкое сочетание да мы их обыгрывали ну поэтому что вы говорите об этом Салавате Юлаеве в этом сезоне мы не обыгрывали мы магнитку обыгрывали а в Минске очень позорно слили да но как раз там такая же связка была была матч ну там есть организации там более фундаментальная команда тренерский штаб не справляется коньки наточены все это а команда не бежит да но ведь то же самое можно сказать и про наших биатлонистов ну у них лыжи да лыжи намазаны ну понимаешь все сделано а команда не бежит ну шестидесятые места у мужчин ну благо девочки вот порадовали в индивидуальной гонке да Надя Скорзина чуть-чуть не взобралась таки на пьедестал чуть не хватило да Юркевич тоже опять там не хватило одного выстрела у Скорзина прогресс ну понимаешь как во первых нужно разделять не хоккей команды вид спорта биатлон не все таки индивидуально если мы говорим о биатлоне то также Юркевич да ну как можно можно кидать камни вот конкретную биатлонистку Юркевич если ее прогресс ну он просто не зауряден то есть скажи мне год назад что Юркевич которая единственная кто задержалась вот в такой ну на промежутке на переходе между юниоров и взрослыми и без особых успехов и не попадала несколько лет главную команду вообще в принципе а те шансы редкие что ей давались она не использовала и скажи что она уже наберет столько очков в общем зачете Кубка мира в свой первый полноценный сезон да никогда бы не поверила а вчера допустим она на пятнашке ну попадая на этот выстрел она должна закрывать 720 конечно но она была бы восьмой девятой ну как можно ее ругать то есть она она безусловно прогрессирует а я бы никогда не поверил что Чепилин будет 60 места занимать а Лядова вообще не будет ну вот такая ситуация пока складывается в мужской команде ну и здесь ну здесь есть когда начнем их уже когда начнем их критиковать ну а ты когда я говорю что здесь очень тяжелая не ситуация по той простой причине что я знаю что они не должны сейчас бежать быстро вот они не должны а мне кажется они должны всегда бежать быстро всегда должны бежать быстро вот этот сбор в поклюке да который был они прошли под почему получили колоссальную нагрузку а придет фрезеровщик на завод и скажет блин я буду работать хорошо только в феврале нет а в остальные дни я не я не должен хорошо работать я должен работать брак гнать нет 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 на работу не приходить да конечно постой для фрезеровщика все зависит это временной отрезок у него есть план на месяц и если он тебе скажет скажет что у них тоже план у них сезон это их план вот а ты бери у фрезеровщика месяц он скажет тебе я в январе две недели гоняю балду но за следующие две недели я все сделаю я к тому говорю что не надо прятаться за чемпионат мира за подготовку какую-то особенную а если на чемпионате мира получится такой же пшик тогда мы что будем говорить не получилось а тогда мы уже не интересно неоправдание тогда мы будем не критиковать тогда мы сделаем в лксм возьми лопату и копай себе могилу это у нас мы переступим несколько порогов понимаешь критиковать биатлонистов нет никаких причин то есть мы вначале их поддерживаем а если они проваливаются любому терпению даже самому ангельскому приходит ведь конец правильно да да ну ангельское терпение оно должно закончиться или наоборот еще получить подпитку в марте во время чемпионата мира в Холминкольне и там уже и там уже не с одиночными выстрелами будем ждать и точить топор пулеметом да хорошо а сейчас к третьей теме товарищ генерал армии разрешите дала за отличное выполнение задания президент повысил вас всех на одно звание а вас сразу на шесть ну а вас сразу на шесть я не кажется что вот месси в современном футболе это вот у нас вышел в газете материал с заголовком мы живем в эпоху месси тебе не кажется что он действительно на три головы выше всех и того же даже криштиану роналду которого часто сопоставляют по уровню игры и таланта с аргентинским кажется я даже перекрещусь на всякий случай по той простой причине что я не согласен кстати с заголовком мы живем в эпоху месси эпоха месси это когда есть какой-то лидер да есть ну последователь так мне по крайней мере кажется весь ужас современной футбольной ситуации на мой взгляд заключается в том что месси это последний из магикана больше не будет я не знаю ну больше нет ну ты слышал послушай ну а нэмаре мы сколько уже знаем ну лет так пять шесть как минимум нэмар нет подожди хотя бы нэмар ну пять лет да да а после него что в бразилии мы о ком-то услышали нет а в аргентине о ком-то услышали нет где этот новые люди которые новый марадона как у них раньше у них каждый год новый марадона где где в бразилии новые звезды какая беларусь там или россия италию возьми италию ладно бразилии аргентина ты мне скажешь а франция опять таки уже даже а германия уже во франции уже даже весь африканских и карибский резерв ничего не они откуда ребята раньше выходили настоящие фон нефутболисты по интеллекту во первых где они все где звезды новые сплошной вот это как говорит малофеев инкубаторский футбол когда все одинаковые цыплят цыпцы цыпцы которые быстро бегают за за мячом чего не отнять а что делать с ним ну в принципе как вот схема есть схема есть и все и вперед вот это торжество прагматизма и рационализма ну ты представь себе Бразилия не выдает на гора талантов да не то что на гора хотя бы единичных потому что к ним приезжают купцы из Европы забирают этих мальчишек в 10-летних 12-летних из естественной среды вырывают и к Мауринию и к Мауринию в схему вставляют схему где из них делают ровных солдатиков урфинаджусы дуболомы иначе не скажешь причем если есть такое хорошее понятие дуболом это жесткий защитник действующий на грани иногда за гранью фола но пугающий там же это есть амплуа у Игоря Каввалевича нужно спросить он тебе расскажет даже покажет я думаю что не надо тебе это как Курненин говорил кстати Каввалевич Юрий Анатольевич покойный он говорит с хорошим защитником всегда должен быть кто-то рядом всегда кто-то должен оставаться либо мяч либо соперник то есть это абсолютно справедливо либо мяч либо соперник но кто-то защитником должен остаться и вот Месси да он один на всех Роналду я не знаю как переживет ли восстановится ли Роналду после эпохи Бенитос этой короткой вот это эпоха то есть вот Бенитос это эпоха Анчелотти всех предыдущих тренеров Реала посмотрим что что Зидан Роналду сопротивлялся сопротивлялся но есть такое подозрение что он все таки тоже сник и уже один из многих а не один на всех и остаются Месси люди которые раньше получали много тоже мячей это Кроев Платини Иван Бастен Де Стефана Бекенбауэр они не могли по определению много их получить потому что конкурентная среда какая была потрясающая конечно конечно так еще ты то есть ты считаешь не что Месси всех затмил а просто Месси это последний оловянный солдат который выдерживает до сих пор тон навязывания усредненности специализация сейчас это основа капитализма то есть спорт тот же профессиональный на уровне идеологии и философии он не может быть защищен от основного положения что в капиталистической системе отношений же не нужны универсалы там нужно чтобы ты хорошо крутил гайку за это получал деньги и спокойно шел домой думать о том как ты будешь завтра крутить гайку да так пока устроена экономика спорта это все взаимосвязано к сожалению это спорт это как вид искусства он должен быть отдушенный но спорт пошел на поводу именно у прагматизма вот поэтому о чем мы все время и говорим с тобой что ж мы тогда будем заканчивать и пожелаем вам всем не быть окончательными прожженными прагматиками все таки оставлять себе долю романтизма и такого человеческого лиризма и хорошо бы чтобы вот в эти дни пятница суббота воскресенье те которые мы будем с вами отсутствовать этот романтизм он нашел свое практическое прагматическое отражение в гонболе хоккее и биатлоне наших основных спортивных соревнований а мы с вами увидимся в понедельник надеемся да Сергей Каначец Руслан Васильев спасибо за внимание до свидания и